Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Вновь в эфире программа «Подмосковные вечера» и в нашей дачной беседке женщина, которая знает рецепт молодости, которая является хозяйкой бюро счастья и, наверное, знает формулу любви. Но об этом мы у нее спросим в нашем разговоре чуть попозже. В общем, в кресле гостя в нашей дачной беседке народная артистка СССР Людмила Марковна Гурченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Марковна, ну, не загнула я насчет формулы любви? Ну, вы так у меня представили, что я все знаю, потому что я уже почувствовала себя. Этого никто не знает. Но, тем не менее, я могу сейчас выразить только личное зрительское мнение. У меня создалось впечатление о вас, ну, естественно, через экран, о человеке, который в полной мере может сказать, «Все, что происходит в моей жизни, зависит от меня». Реально это? Имеет ли это вообще отношение к реальному человеку Людмиле Гурченко? Ну, безусловно, отчасти. Вообще все зависит от головы. Если голова есть, если мозги в голове есть, то они и оттуда идут во все органы, понимаете? Голова. Вот, говорит, теряешь голову. Теряешь голову. Ты влюблен, да? И потерял голову, значит, ты влюблен. Если, да-да-да, если ты вдруг теряешь самовладание, значит, что-то такое происходит, потому что оттуда идет сигнал главный. Потому я считаю, что, конечно, от меня, от человека очень многое зависит, если у него там хорошо все соображает. Вот, правильно, чтобы и не перегнуть, и в то же время и не быть уже совсем такой тени, скромным там, вот, чтобы знать, найти свое место. И в этом месте расположиться... Ну, вот если я вас правильно... Так, чтобы ты был сам собой, вот сам собой, понимаете? Не кого-то изображал, не что-то придумывал такое. Ах, я сейчас что-то придумаю, когда чего-то ни у кого не было. И все это было уже, все-все-все-все было. Лучше или, так сказать, в меньшей степени. А вот когда просто... Когда... Самое трудное найти простое. Самое простое. Все гениальное так просто. Почему так? Простые слова действуют всегда. Очень точно, очень в цель. А когда начинается такая формулировка, какая-то отважная, какая-то невозможная, и все сразу становится скучным, и сразу не знаешь... А вот когда человек выходит и с собой общается, или со сцены, или просто вот так, тет-а-тет, общается, и все ясно, все просто, и думаешь, как это можно найти такие слова? Такие вроде простые слова, но как они тебя зацепили, как ты думаешь, как ты вспоминаешь о них, и уже по-другому существуешь после встречи с такими людьми. Ну, вот вы сейчас сказали, никогда нельзя терять головы. Всегда ли вот действительно это реально имеет отношение всегда к вам, в любой ситуации? Нет, я не сказал, нельзя терять головы. Я только сказал, если теряет голову человек, значит, он влюблен. Понимаете, значит, сдерживающие центры, те, которые вообще существуют, они отпускают. Вот говорят, что такое влюблен? Влюблен, значит, так, что-то трек, что-то такое, и он не может сдержать. Человек, ну, женщину, вообще-то не важно. Он не может сдержать, понимаете, этих крючков. Значит, что-то происходит. А насколько часто в вашей жизни происходят такие моменты? Вот, ах, и все. Я не говорю обязательно, это любовь, влюбленность. Нет, у меня при встрече с талантливыми людьми. С талантливыми людьми ничего с собой сделать не могу. Я восхищаюсь, я... Это просто прекрасно. Насколько часто в вашей жизни приходится встречаться с действительно талантливыми с вашей точки зрения людьми? Ну, много было. Насколько часто они? Ну, часто я не могу вам сказать раз в месяц, понимаете? Я не могу. Это не безумно часто. Не безумно часто, потому что талантливых людей много, но талантливых, но есть же... Давайте вот, чтобы не говорить обезличенно, о ком народная артистка СССР Людмила Маркова-Магурченко могла бы сказать, что этот человек талантлив. Грандиозен, да? Ну, Веник, Плесецкая. Светланов, Евгения Светланова. Я все посмотрел, все. Вот сколько было весна священная, столько я и ходила, слушала Светлана. Георгий Владимирович Никулин, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Олег Борисов. Ну, вы знаете, очень... Никита Михалков. А насколько возможно дружить с талантливыми людьми? Насколько близко и долго? Насколько позволяют обстоятельства, возможности, потому что люди все заняты. Лучше всего, если это в кино происходит, какой-то период идет такой... период ежедневный там, ну, это очень многое можешь узнать о человеке. Ну, вообще вот бытует такое мнение, никуда от него не деться, что театр, сейчас принято говорить, шоу-бизнес, мир достаточно жестокий. И среди тех людей, которые находятся, на наш зрительский взгляд, на самой вершине этого Олимпа, насколько вот возможно вообще дружба в каких обстоятельствах? Она вообще существует? Ну, знаете, шоу-бизнес – это одно. А то те фамилии, которые я назвал, совсем другое. Потому что в шоу-бизнесе, я не знаю, как дружат или нет. Я там не... Я иногда, так сказать, случайно попадаю в галоконцерт или, так сказать, что-то такое. Я даже не знаю. Ну, потому что, может быть, я из киноактрисы, только поэм. Я не в шоу-бизнесе, а я в другом мире. В том мире, может быть, дружба. Но... Ну, не так... Ну, дружба. Мы можем не видеться, допустим, с Михалковым годами. Просто я вижу его по телевидению, он очевидно... Но он вдруг мне звонит, да, нужно в «Золотом орле» принять участие. То-то-то. Я говорю, да, я слушаю. Все ясно. И я уже иду. Вот это... Ну, как... Я просто самый свежий пример такой. Это не значит... Но я всегда в душе знаю. что это мой друг, что я ему предана, что он меня уважает, что он меня помнит. Ну, как... А жизнь разбрасывает. А есть ли еще режиссеры, о которых вы могли бы сказать, что да, с этим режиссером я всегда работаю. Вы знаете, я никогда не... Теперь уже с некоторых пор не говорю о... Так сказать... Вот он... Потому что во всех есть что-то. Во всех есть какие-то... А зачем говорить о таких режиссерах, о которых я никогда не буду сниматься? А большинство людей, у которых, допустим, нет какого-то этого очень важного пласта, пласта, главного. Но есть что-то другое. Потому называть, это значит обеднить кого-то. И в этом что-то есть, я не знаю. Как-то, насколько я помню, вот в одной встрече со зрителем тот же Никита Михалков, о котором мы сейчас говорили, сказал о вас такую вещь, что вот многие актрисы, женщины предпочтут семью и... А я подожгу дом и принесу керосин. Да. С семью роли, а вот Людмила Марковна это тот человек, который самостоятельно принесет керосин. Да. Я так и прожила. Потому я и получила, самое главное в жизни я получила, вот это уважение и какое-то особое отношение к себе зрителей. Потому что они знают, что за моей спиной есть моя жизнь для них. Вот они это чувствуют. Понимаете? Это сразу чувствуется, как актриса полностью там сгорает или чуть-чуть оставляет наш, так сказать, еще, так сказать, на другие какие-то моменты жизни. Я полностью. Ну, и вот когда мы видим это полное сгорание в театре, на экране, а что остается семье? Ведь есть семья. Ничего. Вот если она может терпеть это и ждать, когда у меня будет отпуск. Ну, ведь она же ждет, семья же есть. Ну, вот так вот. Потому это, вы знаете, я не думаю, что для актеров, да это почитайте, для актрис, я не думаю, что были какие-то безумно счастливые судьбы в личном плане. Это было не у Ермолова, не у Стрепетовой, ну, так, если почитать. Не у Вивьен Ли, если почитать биографию, не у Греты Гарбо, ну, я просто вам... Никогда этого ничего не было. Ни Бет Дэвис, это все очень такие фигуры. Аллы Демидовой, допустим, я не думаю, так сказать. Но это такие фигуры, которые очень трудно рядом существовать. И все-таки ведь есть рядом человек, который находится рядом с вами. Он рядом, он близко. Какими качествами он должен обладать? Терпит. Да, терпит, должен очень понимать, очень уважать труд и уважает это дело, в котором... Это один из очень... Ну, как бы, это очень бывает редко. Принеси себя в чем-то в жертву. В чем-то. В чем-то. Как же тогда вот то самое взаимопонимание? Или это предполагает жертвенность? Ну, понимаете, взаимопонимание – это очень много. Но если... Кто может долго терпеть, а кто не может терпеть, то, извините. Так. Кто-то думает, господи, жизнь так коротка. Что же я буду терпеть, когда я могу пойти найти себе милую, очаровательную, молодую... Она будет мне варить картошку, так сказать, варить борщ. Ну, вот так скажу. А вы сами умеете готовить? Нет, не умею. Я все поняла. Нет. Такой гнусный вопрос. Я не гнусный вопрос. Нет, он хороший. Почему? Я не умею. То есть, если я захочу, я сделаю все прекрасно. Но это мне так жалко, этого времени. Я стою, пробую, все хорошо. Потом раз съели, ничего нет. Я не могу. Ну, вот может быть. Может быть, так вот я ненавижу горы. Я... Да у Господи, я там в горах снимался. Однажды там горы. Я умру. Они будут стоять. Надо что-то делать. Ой, когда съемки, допустим, нет там какой-нибудь снег или снегопад. Это были самые страшные дни. Как страшный сон, вы вспоминаете в съемке. Ну, а как вот вы выходите из положения? Приходят гости? Шо гости? Ну, надо накрыть на стол. Не каждый же день? Да. Тогда хорошо. Все гости довольны. Вы не волнуйтесь. Все хорошо. Но это же не каждый день. А кто этим занимается? Кто накрывает на стол? Я накрываю на стол. Я хорошо накрываю на стол. Поняла. Салаты, такое все это я могу очень красиво, все это легко. А такое уже, так сказать, надо, чтобы не я делала. А что вы предпочитаете готовить самостоятельно, если приходят гости, допустим? Ну, салаты разных. Что они видят на столе? Разных. Салаты такие. Рыба разная, допустим, да? Ну, там икра, если это, действительно, для красивости. Никто не ест никогда, не знаю почему. Вот. Пирожки обязательно. Ну, это можно взять. Или в Пушкине, там, очень вкусные. Когда мама была, она очень хорошо делала это. Вот. Ну, как, я не знаю. И какое-нибудь одно блюдо. или огромная рыба фаршированная, или мясо очень хорошо сделано, там, ну, красиво, там, кажется, овощами, картошкой вот так вот. Ну, и потом, естественно, сладкое что-нибудь, кто любит. Ну, а если вы приходите в ресторан, ну, или приходите домой, ужин, что бы вы предпочли видеть на столе? Вот нет гостей, нет никого. Мне обязательно нужен хлеб, теплый, хлеб, масло, сыр, кофе с молоком. И если я пообедаю и не съем вот этот хлеб, значит, я не обедала, считайте. Мне это вот, это булки, вот мягкое, вот это все, я умираю. Вот сейчас, там, я была, вчера прилетела, там, ну, в Англии было несколько дней, это был русская рапсодия, 50-летие башмета, очень, очень интересный такой бал был. Так, они там обалдели, эти в ресторане. Не в ресторане, эти, ну, значит, на завтраке. круассан один, четыре круассана, я умираю, это мягкость, вот это вот все это, да с вареньем, да с маслом. Мы сейчас с вами разговариваем, мне так сложно себе представить, что у меня Марка Могурченко ест булочки. Вот именно, вот это самое любимое, это булочки, пирожки, вареньки с картошкой. Ну, а как же тогда, как удается сохранить форму? А у меня все, все хорошо сгорает, хорошо сгорает. Если я не поем, я тогда буду за стенки держаться, у меня голова будет кружиться, я должна хорошо покушать. Это уже с детства, это когда спрашивают, когда следят, что ты ешь, много, немного. Ну, я всегда была в одном весе. Вот в 10-м классе первый раз мы взвесились всем, всем классом. Я была 53 килограмма, 500 грамм, и сейчас так. То сюда, то больше, то меньше, ну, вот такой вот. Ну, то есть можно сказать, что это, в общем, дар природы? Папа такой был, 80 килограмм всю жизнь. Папу, насколько я поняла из ваших интервью, вы называете именно не маму, а отца, самым дорогим и самым близким человеком. мама была очень умным, человеком тонким, человеком дипломатичным. Папа из деревни, батарков. Ну, именно отцу вы обязаны своей артистической карьерой. Да, безусловно. Маме, мам, папе. Так, ну, я бледная тень папы. Но это была папина мечта, или вот все так сложилось? Папина мечта из трех лет, да нет, я только родилась, только вот, он уже знал, что я буду актрисой, и маме говорил, маме мою вбивал в голову, мама очень спокойно к этому относилась. Так, я бы сказал даже, моментом, что ну, зачем, Марка, зачем ты это все? Девочка маленькая, некрасивая, девочка, ну, поет, ну, да ну, все, все поют, это ну, ничего страшного, что я, моя дочурка. Я всю жизнь, да и сейчас, если какой-то сложный момент, или кадр, или выступление, или что-то такое ответственное, я всегда думаю, ну, папа, это для тебя. Ваша дочь, ваше продолжение. Да. Опять же, возвращаясь к вашим интервью, видела я такую фразу, я не знаю, насколько она действительно реально ваша. Если вы видели, она реально, да. И вы говорили о том, что у дочери вашей сложилось все так, как бы вы хотели. А как, как? Как? А там написано все, как. Нет. У нее нет божьего дара. Хорошо, я тогда конкретизирую вопрос. Она не стала актрисой. Да, она могла быть актрисой до 30 лет. А после 30 лет уже надо быть актрисой. До 30 лет это естественность, очарование, улыбка, внешность. Там все, в кино можно так очень хорошо, как говорится, обмануть. внешность там очень большую роль играет в каких-то ролях. Особенно лет до 30. До первых, так сказать, каких-то моментов. А потом что делать? Мне хотелось, чтобы она была то, что мне не дано. Быть в семье, быть матерью, быть женой. Вот то, что это самое. Раз нету божьего такого дара сногсшибательного, значит и не надо. А то, может, и зайца на барабане, понимаете, но это все видно сразу. А у нее, она очень милая, артистичная, хорошенькая, все такое, но она должна быть лучше меня, мощнее меня, чтобы не говорили, ой, вот папа был, да, ну сын, это я же на каждом шагу встречаю. Очень редко кто, ну, Миронов, ах, Никита Андрон, ах, там, Тарковский, ах. Ну, я не поверю, чтобы у вашей дочери, у дочери не было желания быть актрисой. Поверьте, она была сразу уничтожена, как только... Мама уничтожена? Мамой и моим папой. Умным человеком, умным в смысле, чувственным, чувствительным, интуитивным. А как вы считаете, она не жалеет об этом, что не пошла по вашей стезе? Вы знаете, что же мне считать? Если насильственное путем перенесено. Ну, что я теперь буду считать? Уже так поздно считать. Ей же не пять лет, правда? Она взрослый человек. Что же мы теперь будем с вами считать? А потом, что бы я ни считала, если бы она хотела, она бы переступила все и пошла. Я так вообще считаю, что родители против, ерунда. Ерунда, родители против. Все равно человек захотел в космос, он полетит туда. И никакая ни папа, ни мама, ни никто не... Актер, это тоже в космос, неведомое, неизвестное, потому что актер это вечно дайте роль, дайте роль, дайте роль. На одной из ваших встреч телевизионных была замечательная программа «Антропология» с Дмитрием Дебровым. Там вопросы идут в прямом эфире. И был такой замечательный зрительский вопрос, который мне запомнился. Я наверняка вам что-то запомнил. Ну-ну-ну. Спрашивал мужчина, просто потрясающий был момент. И такой голос, трепетный такой, волнующийся. Людмила Марковна, как вы справляетесь со своей красотой? Спрашивал зритель. Я уже не помню такого, чтобы я справляюсь. Вот может быть, это хорошо, что вы не помните сейчас этот вопрос, кроме ответа на этот вопрос. Я даже ничего не помню. Я ничего никак не справляюсь. Я даже не помню этого вопроса. А что мне справляться? Что мне справляться, если... Ничего, я в 20 лет справлялась, а сейчас справлюсь. Как она поддерживается, эта красота? Дорогая моя, голова есть. А я все вам сказал в самом начале. Все от головы. Голова, она должна понимать, что тело должно соответствовать лицу. Лицо должно соответствовать телу. И ничто не должно... Должен быть знак равенства. И когда, допустим, полная женщина, полная, женственная, при ней все, и она должна и тут держать все, так сказать, как он скажет, ну, в соответствии с телом. Если что-то отстает, допустим, если тоненькая женщина, худенькая, и лицо такое у нее несчастное, обвисшее, она не имеет права на это. Она не имеет права на седые волосы, на неухоженные зубы. Не имеет права. Можно ли сказать, что вот определенное количество людей, столько-то людей, работает на имидж Людмилы Марковны Гурченко? Я одна. Я сразу вас опережу. Одна. На меня никто никогда не работал. У меня никогда не было плечей, локтей. Я это вот, я придумываю себя сама. Я даже ничего не придумываю. Я просто увидела себя, я знала, вот так я пойду к вам, вот так я пойду там, там будет это, а в этом платье мне не хватает этого, потому что это, то-то-то-то. И вдруг раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, две минуты, я хорошо шью. Она еще немножко шила, это, знаете, называется. Я хорошо это делаю себе, во всяком случае, и точно оформляю своих подруг, всегда, и по гриму, и по... У меня точный глаз есть, как вот, что, чего. И если я вижу человека умного, который, я сразу бах-бах, могу штрихи дать, точно. И он сразу раз, меняется. А если говорить о том, что вы носите, об этой замечательной одежде, об этой замечательной одежде? Ну, такая скромная одежда при сегодняшних днях, когда актриса говорит, это 10 тысяч платья, это стоило 10 тысяч долларов. У меня таких вещей нет и быть не может. Понимаете, у меня все это очень намного скромнее, просто, просто сидит хорошо. Я знаю, что мне идет. Я прихожу к Юдашкину, Вале, на прокат свою не взять, ну, сейчас я в Англии, вот на этот бал ворола. И он сразу вывешивает то, что мне, ну, мы уже знаем друг друга, но это вещи все от манекенщиц. То есть он специально для вас не шьет? Нет, от манекенщиц, которые были когда-то где-то в показе. А мне, поскольку у меня те же размеры, ну, только я, надо 10 сантиметров, а не метр 80, это же невозможно. Чуть-чуть подшить, все, это уже мои вещи. Дмитрий Марковн, бывают такие моменты в жизни, когда вам бывает скучно? Да, очень часто. Что при этом происходит? Когда вам бывает грустно? Когда вы бываете несчастны? То есть это такие три вопроса в одном. То, что и с вами. Скучно, бесперспективно, неинтересно. Надо пережить, переждать, заняться чем-нибудь. Бывают такие моменты, когда вот вы чувствуете себя несчастным? Да, очень часто. А что для этого должно случиться? Когда я плохо себя чувствую, когда я понимаю, что нет папы, и его никогда не будет, что вот, может быть, только он бы мог, не будучи, так сказать, совсем человеком не всесильным, сказать мне какие-то слова такие, чтобы я, ну, как это было всегда. Я настолько запомнил это за жизнь всю. А ведь он был и при самом высоком пике, уже выше, чем, когда мне было 20 лет, уже ничего-нибудь, я с этой точки начала жить, понимаете? А потом сразу сюда, самую низшую. И вот в этой низшей он так долго меня держал в человеческом облике, когда можно было его потерять, поддерживал его, потому что все равно он был в Харькове, а я здесь. Что если бы, так сказать, не он, и он как раз умер, когда началась эта вот моя жизнь в фильме, как раз там, не важно, директор я в фабрике играл, через огромный период, долгий период. И он умер в середине, не дождавшись, но он был так уверен, что это придет. Ну, где-то все. Конечно, а как можно было быть несчастным, если после такого огромного успеха в твою сторону не смотрели, швыряли камни, могли надсмехаться, наглядно. Она поет, видите, теперь все танцуют и поют. Значит, я была раньше всех в этой планете. Все танцуют и поют, танцуют, вот хоть ты умри, все танцуют и поют. Ну, теперь оказывается, все это началось. Ну, а сколько же я издевательств. За челку нельзя. Я же прошла такой путь. Колено, чтобы видно было, нельзя. Это нельзя. Это вырезать. Это я только через вырезать, я первая появилась в брюках на телевидении, что вырезали. Но зато все сразу одели вокруг. Понимаете, пошло. Это никогда не забываю, я пела, пела в белых брюках и в бархатном пиджи. Это было что-то такое из моей фантазии. Страна ведь закрытая была. Может, ничего этого. Это все фантазия, это очень хорошо. Фантазию рождает, недостаток рождает фантазию, понимаете, но надо, чтобы не так уж было много этого недостатка. Надо, чтобы что-то появлялось, эти пустоты, понимаете. А сейчас есть все. Сейчас удивить, ничем нельзя. Только сказать, это моя 15 долларов, тысячи долларов, это 10 тысяч долларов. Я ухожу от этого, мне это люди не мои. Сейчас есть какой-то момент материальной независимости или наоборот зависимости? Вот сейчас какая? Это совсем-совсем другая жизнь пошла. С одной стороны, можно делать свобода. То есть, понимаете, как бы сказать, страна одновременно разрушилась и одновременно продвинулась невыносимо вперед, не высказанно, понимаете, одновременно. Потом в этой неразберихе очень трудно разобраться. Знаете, какая постановка слов. Значит, можно делать, что ты хочешь, но надо найти государства нема. Значит, надо находить каких-то людей. Раньше ты зависел от государства и от вкуса государства, где был худсовет, 30 человек, но два или три обязательно давали точно, так сказать, а, туда, туда, а, туда, туда, о, как интересно. Теперь кто заказчик, тот, кто дает деньги, а там вкус может быть не. Если кто-то меня уважает и любит, ну, понимаете, тогда, да, а если это, ну, лучше быть молодой и здравствуйте, как вы поживаете. О, да что вы говорите, он, что-нибудь подог, я так не умею. А куда вы тратите деньги? На спектакль. А если вы их тратите на себя? Не имею права и вообще даже в голову не приходится, как это на себя? На спектакль находятся с трудом деньги, как же я на себя? Почему? ну, вот в любом случае, зарабатываю. Ну, я же играю в театре, я играю в концертах. Я зарабатываю деньги на то, чтобы, да нет, ну, я, знаете как, я средний, я вот как бы средний, вот есть средний? Средний заработок. Я звезда первой личины, живу в среднем классе, как бы это. Мы сейчас с вами в дачной нашей подмосковной беседке. Да. И у меня такой традиционный вопрос. Да. Есть ли у Ведмилы Марковны Гурченко дача? Да. Пять лет назад мы купили домик маленький, он теперь самый скромный у нас в этом поселке. Вот, кругом дворцы такие красивые, все. Очень такой спальня. Ну, хотя бы чуть-чуть не микните, где он территориально находится. А, территориально, пожалуйста, между Апрелевкой и Шишкин лес, вот в этом там. Вот, очень скромно, но так, как я хочу. Мне больше не надо. А любите бывать на даче? Я не люблю. Ну, так, вынужденно. Я не люблю природу. Только не делайте большие глаза. Что значит вынуждена? Ну, надо поехать подышать, что-то такое, все это я еду, но я мучительно на третий день не знаю, куда себя деть. У меня жизнь, опять же, как горы, жизнь проходит, деревья стоят, я хожу, непонятно, что мне делать, это я не понимаю, это я не делаю. Какие-то кирпичи, какие-то камешки я укладываю, но правда из Ефатории привезли 300 килограмм из морских камешков с дырочками такими уложила, красиво. Ну, такие у меня какие-то ненормальности, может быть, но не так, как у всех. Там растет что-нибудь на даче? Ну, так, растет. Она была абсолютно как помойная яма, когда снег сошел, мы купили зимой, а помойка просто. Так что там надо было и высушивать, ой, боже мой, не дай бог вспоминать все это. Нет, у меня ничего такого особенного нет. У нас есть такой традиционный момент. В конце программы наш гость обращается к нашим и прежде всего к своим зрителям может быть, с пожеланием, с приглашением, с вопросом. Уважаемые мои зрители, которые хорошо ко мне относятся и те, которые неопределенно, я очень хочу пожелать вам, чтобы вы были довольны самими собой, как я доволен собой, потому что я сделал все так, как велела мне душа, сердце, моя голова, чтобы вы хорошо выглядели, чтобы вы кушали, как бы сказать, то, что без перебора, и то, что полезно, и то, что вам нравится, чтобы утром женщина встала, посмотрела на себя в зеркало, перед тем, как идти на работу, и говорит, так, я не опаздываю, я еще имею пять минут, чтобы еще раз посмотреть на себя, привести в порядок, прийти на работу, сказать, здравствуйте, я вас очень люблю, вы прекрасны, вот я хотела пожелать вот такого ощущения себя, наше очень непростое время, подняться, подняться над этим всем по возможности, вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!